19 августа Елабужский институт КФУ посетил руководитель учебно-методического центра при Московском государственном университете Олег Морозов, с которым, по словам директора Елабужского института Елены Мерзон, коллектив вуза связывает многолетняя дружба. Нам очень радостно, что, будучи депутатом, Олег Викторович всегда находил возможность и приходил к нам на встречи. Когда выборы начались по партийным спискам, Олег Викторович не изменил самому себе и нам, избирателям, и также продолжал встречаться. Нам так кажется, что, поскольку Олег Викторович все-таки выходец из города Казани, выпускник Казанского государственного университета, поэтому у него особенная связь с университетом, с нашим. Олег Викторович поделился с аудиторией слушателей своими воспоминаниями о первых посещениях института, впечатлениями от общения со студентами, преподавателями и руководством, остановлением себя как политика, а также своим видением политического развития страны в ближайшей перспективе. Важной темой разговора стали предстоящие с 13 сентября выборы президента Республики Татарстан. Мы настолько консолидированы в политическом смысле регион, что победа должна быть А. Чистая, Б. Убедительная по процентам, и В. Она должна демонстрировать доверие подавляющего большинства граждан Республики в избранном прямом голосовании впервые за 15 лет президенту. Вот о чем я вас прошу, дорогие мои соратники, коллеги-земляки. Сегодня Олег Викторович возглавляет учебно-научный центр при Московском государственном университете по подготовке управленческой и политической элиты. Один из вопросов, заданных гостю, касался доступности обучения в данном центре. Олег Викторович, вот насколько этот центр открыт для молодежи, и как вообще молодой человек может стать участницей в этом центре? Спасибо. Мы должны обучать политический класс. Мы должны обучать молодых специалистов, которые мечтают быть политиками, пойти в политическую жизнь. У нас 15 сентября начинается смена политолога. Значит, 72 часа курс, люди будут получать дополнительное образование политологическое и получать диплом Московского университета о получении дополнительного образования по курсу политология. Формальное образование бесплатно, то есть вот эти 72 часа оплачивает центр. Мы хотим обучать молодых юристов, молодых историков, молодых учителей общества зданий, которых вообще никто не переучивает, которые работают в школах. Может быть, со временем мы как-то пойдем шире, потому что 50 человек, конечно, это очень много, но мы только стартуем, вот мы в сентябре только набираем первый цикл нашей образовательной. Заместитель директора Института по научной деятельности Анатолий Рожживин рассказал Олегу Морозову о ежегодном масштабном мероприятии, которое проводит Елабужский институт КФУ, международном фестивале школьных учителей. От имени всего коллектива он пригласил Олега Викторовича принять участие в следующем фестивале, который состоится летом 2016 года. Приятным подарком стало вручение из рук Олега Морозова награды за вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Татарстан нашему коллеге. Почетного знака был удостоен заведующий кафедрой физической культуры Елабужского института КФУ, доцент Олег Рожживин. По завершении официальной встречи Олег Викторович осмотрел новые учебно-научные лаборатории института, с удовлетворением отметив высокий уровень оснащенности современным оборудованием и программным обеспечением образовательного процесса. В обращении к коллективу вуза он выразил искреннюю уверенность в успешном развитии и тех, кто здесь преподает, и тех, кто здесь проходит обучение. Важно, это я студентам говорю, важна не оценка и важно даже не то знание, которое вы получите, потому что в любом случае вам дадут хорошее знание, я это увидел в ваших лабораториях, в глазах ваших преподавателей. Важно научиться добывать знания, новое, самому. Вот если тебя научат за пять лет, как самому, взяв в руки книжку, открыв компьютер, получить новое знание, значит вас учили не зря, преподаватели работали хорошо. А перед уходом Олег Викторович согласился сделать селфи с активистами студенческого правкома. Екатерина Сайбель, Айдар Сальхов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз.